Всем привет! Уже третьи итоги года на этом ютуб канале. В этом году составлять было сложнее всего. В начале этого года я запустил рубрику «Лучший альбом недели» в формате шорсов, где я каждый понедельник рассказывал про лучший, на мой субъективный взгляд, альбом прошедшей недели. До этого я думал, что я в принципе много музыки слушаю, но благодаря этой рубрике я стал слушать еще больше. И столько новинок, как в этом году, я не слушал, пожалуй, никогда. А значит, что и составлять итоги года было сложнее, так как крутых, интересных, интригующих пластинок было очень много. Даже если просто пересмотреть все выпуски Лан, то до сих пор большинство из них я считаю очень достойными релизами. Буквально, может быть, парочка альбомов со всех почти 50 выпусков не прошли проверку временем по итогу. А ведь были и альбомы, которые мне позже раскрылись, были те, которые я в моменте упустил и так далее. Так что сделать топ, как я делал два прошлых года, в этот раз у меня не получилось, и я слегка подправил формулу. В этот раз будет куда больше альбомов, которые не вошли в топ, но все равно достойны короткого упоминания без каких-то конкретных мест. Поэтому сначала коротко о них, а следом заявленный топ-10. Специально для этого ролика я составил Spotify плейлист, где собраны по одному два самых лучших треков со всех упоминаемых сегодня альбомов. Ссылка на плейлист, конечно же, в описании. Ну все, хватит трендить, а это топ 2023 года по моей субъективной версии. Вы на канале Дот Муз, меня зовут Вадик Матвеев, будет точно интересно, так что поставьте лайк, чтобы больше людей смогли увидеть этот ролик и погнали. Приступаем к секции Honorable Mentions или достойны упоминания. Итак, начнем с Black'а и около того. Я достаточно много слушаю Black'а и в целом из всего около металлического, это, пожалуй, мой любимый жанр в последние годы. Но так как я все-таки не настоящий металлист, то альбомов этой консекции у меня всего три. Первый – это дебютник молодых калифорнийцев Агрикалча, которые сделали невероятное и вернули мне интерес к постблэку и блэкгейзу и вот этому всему. Получился весьма колоритный и красивый постблэк с экспрессивными мелодиями и интересным рельефом. Вторые в этом списке более серьезные, суровые и такие более традиционно-блэк-металлические, если угодно, французы Bloodhouse Nord с их второй частью эпика Disharmonium. А тональный бесчеловечный блэк, но при этом все еще весьма доступный и очень атмосферный, чем, кстати, не каждый релиз этой сцены может похвастаться. Ну и замыкает тройку словацкий проект Malakarpaten. Альбом – эдакая дань уважения старой, самой первой волне блэка 80-х с сильной долей спида и хэви металла, очень изящно приправленного восточноевропейскими мотивами. Продолжим тему тяжеляка, очередь грайндкора. В этом году было предостаточно неплохих грайнд-релизов, но я бы выделил два, помимо того, что попал в итоговый топ-10. Петербуржцы Мираед. Очень круто выросли с прошлого полноформата 2016 года. Композиционно очень цельный и цепкий альбом выдали. Теперь это не просто крутое, искрометное валилово, а действительно яркая, запоминающаяся пластинка. Но также нельзя не вспомнить и апрельский релиз от проекта The Hears Collective. Огромное количество фитов на альбоме раскрашивает здешний грайнд и пауэр-вайленс во все цвета радуги. Что насчет хардкора, то у альбомов выходило очень много самых разных, но реально через весь год я смог принести только один. Самый прослушиваемый альбом этого года по статистике Last.fm. Американцы Jell и пластинка Only Constant. Суровый, но не пышащий маскулинностью хардкор панк всего на 16 минут хрона со звериной энергетикой, колким звуком и запоминающимся женским вокалом. Продолжая тему панка, хочу также вспомнить совершенно другую по атмосфере, но тоже очень достойную пластинку Harvest от Poison Ruin. Свой дебютник они сразу выпустили на Relapse Records, однако при этом не потеряли себя и свой сырой звук вот этого раннего протокраста. Подвальный панк будто прямиком из британских клубов 80-х на стыке ранних амебек с Killing Joke и Dungeon Synth. И не уходя далеко от хардкора, пара слов об Эмо из Крима в этом году. Внезапно у меня вернулся интерес к этому жанру, да так, что аж 4 альбома хотел бы каратенчика осветить. Loma Prete вернулись с очень искренним, трогательным, но по-прежнему бешеным надрывным материалом под многозначительным названием Last. Другие старички жанра Jerom's Dream также выдали убойный хаотичный альбом на грани Эмо Вайланса и Маткора. Еще одни занимательные любители смешать Маткора и Скрима на манер каких-нибудь Number 12, Look Like You и прочих были London's и Death Goals. Ну и закончу ребятами полегче, но не менее интересными. Молодняк Home is Where, что выдали очень летний и наглухо чудаковатый Мидвест Имо, что отсылает скорее к Neutral Milk Hotel, нежели к каким-то другим представителям сцены. Слегка передохнем и поговорим о постпанке вот в самом широком смысле этого жанра. Самая насыщенная группа в секции Honorable Mentions. И хотя интересных релизов в жанре было реально много, в том числе от заметных игроков типа Shame, Heavy Lungs и даже вот Public Image Limited, я все-таки отфильтровал пять, которые больше всего мне запомнились. Старички Протомартер в очередной раз пробили меня своим очень сдержанным постпанком, в котором они никак не дают выход эмоциям. Каждый раз подводят грани, когда вот-вот взорвется, а оно никак не взрывается. Каждый раз одно и то же и каждый раз я как мальчишка ведусь. Новое для меня имя в этом году шотландцы Current Affairs. Заводной и задорный год рок. Яркая танцевальная версия Сьюзи и Манши. В моменте слегка затерялась в потоке других релизов, но зато потом, как раскрылась, была очень сильным кандидатом на попадание в топ-10. Еще один постпанк с женским вокалом от Австралики под псевдонимом Энола. Не самый ровный релиз, но некоторые треки просто вышка. Напряженная смесь постпанка, гранжа и альт-рока конца 90-х. Лучший Cold Wave релиз в этом году на мой вкус выпустил украинец Алекс Аштау под псевдонимом Морван. Холодный, отстраненный материал, пропитанный трагедией и болью бессмысленной войны России в Украине. Первый релиз проекта на украинском. До этого все записи были на русском языке. Ну и закончим разговор о постпанке малоизвестными финнами Фрод, что на своем последнем альбоме окончательно ушли от былого но из рок-сладжа в сторону год-рока где-то в диапазоне между мрачным басовитым Баухаус и индустриальным Килинг Джоук. Прекрасная пластинка, которая незаслуженно обделена вниманием. Не уходя далеко от постпанка вспомним. Про шугейз. И тут из чистого шугейза я могу выделить разве что альбом Slow Dive. Пластинка, что никак в меня не попадала первые раза три, но потом внезапно как попала. Про то, как это было, я писал у себя в телеге, кому интересно, почитайте там. В целом же все как всегда эфирно, воздушно и проникающе. За это их и любят. А вот из около шугейзного выкормыша, так называемого Deftone Scora, я бы выделил альбом One Man Band проекта Avenid. Немного затянутый, местами надуманный альбом, но в некоторых кусках и треках абсолютно гениальная смесь из ранних Deftones, шугейзной многослойности, фуза с тонера и дисгармонии нойз-рока. Ну и к слову о нойз-роке. Куда ж без него. В топ-10 ему тоже местечко нашлось, но и помимо топа есть парочка альбомов, что изрядно успели порадовать. Первыми вспомню американцев Узингунгт, что почти отошли от треш-метальной составляющей своей музыки и плотно сконцентрировались на звонком, таком наждачном нойз-рока. Не все фанаты оценили такую трансформацию, но на мой взгляд получилось очень удачно. Ну и как не вспомнить канадцев Кен Мод, что в этом году показали свою более тягучую и даже постметальную сторону их вот фирменного злющего нойз-рока. На этой пластинке уже также по-настоящему раскрылась и новая участница коллектива, отвечающая за все саксофонные и клавишные партии. Ну и раз уж мы снова свернули на дорожку античеловеческой музыки, пришло время поговорить про альбомы, которые я объединил в группу «Дичь дичевая». Тут три очень разных, но на всю голову отъехавших релиза. Начну с альбома «Неместо», «Болгар ТДК». Тяжелый, очень грузный и по-нуйзрочному нервный авантпрок. Очень самобытный, контрастный материал, который звучит одновременно, как почти весь авангард разом. Если вы искали что-то в духе Black Media, но с корнями в металле и хардкоре, то это именно оно. Еще одной террористической атакой от мира музыки я бы назвал альбом Devil Music от Portrayal of Guild. Мразотнейшее дерьмо, которое просто изничтожает тебя. Black Noise, сладшим violence в первой половине альбома и минимализм, барочный мрак и ужас во второй. Ну и закончу с самым страшным, тяжелым и отталкивающим все светлое и теплое альбомом. Калифорнийцы Sprayn выдали концентрированный сгусток депрессивного безумства в своем авангардном коктейле из нойз-рока, нувейва, пост-рока, тотализма и дрона. Отталкивающая музыка, которая осознается такой только на середине альбома, когда ты уже по уши погряз в пучине отчаяния и утопающей безнадюги. Великая музыка, которую никому не рекомендую. Вам оно не надо, поверьте. Сами чуваки даже успели распасться почти сразу после релиза, видать поняли, что они создали. Ну и чтобы слегка отойти от безумия прошлой рубрики, советую освежиться двумя легкими по звучанию, но не по наполнению альбомами. Ирландским слегка надломанным авангардным фолком от Lancome, эдакая красивая многоуровневая пластинка, которая хорошо работает и как просто приятная современная этника, и как глубокое творение из кучи мелочей и нюансов. Ну а вторым альбомом в очередной раз хочу обратить ваше внимание на саксофониста Колина Стэдсона и его «Психоделическое путешествие по полям минимализма». Чарующие немного нервные пейзажи саксофона под едва уловимую перкуссию знакомят нас с этим ни на кого не похожим миром Колина Стэдсона. Продолжим тему психоделия в его более таком привычном нам гитарном проявлении. В этом направлении уже несколько лет правят австралийцы, и этот год не стал исключением. King Jizzert выдали всего каких-то два альбома за год. И хоть оба весьма удачны, именно июньский с непроизносимым названием я считаю достойным упоминания. Австралийцы снова поиграли с разным металлом, и на этот раз получилось даже лучше, чем в прошлую попытку. Другие их земляки Psychedelic Porn Crumpets тоже отличились и записали одну из своих лучших пластинок. Зажигательная, задорная, цветастая музыка с крутыми сбивками, кислыми клавишами, быстрыми гитарами и гаражным вайбом. Другую, более мрачную, трагичную сторону психоделического рока выдали московские девчонки Люси Тфокс, что ныне базируется в Белграде. Тоска, отчаяние и боль, но поданная в нетипичном для этого антураже гитарных пассажей, фетиватых паттернов и пространственных кислых синтов и духовых. Один из лучших релизов на русском языке в этом году. Где психодел, там и стонер обычно. Я не сильно слежу за этим жанром и в целом даже скорее его избегаю немного. Но парочка релизов все-таки пробились. Первый не чистый стонер по канонам, но того только и лучше. Mutants от Mutant Man оказался первым релизом коллектива, который смог меня прям зацепить. Предыдущим работам коллектива что-то не хватало, чтобы меня вот прям пронести от и до по альбому. А этот смог. Простой, крутой, хуковый стонер метал с корнями в хардкоре. А вот чувакам из Сан-Диего Небало Дрэк удалось вернуть для меня более классическое звучание жанра. 34 минуты добротного стонер метала, обильно политого психоделом и щепоткой дума. Вкусные кочевые рифы, попердывающий бас, давящий грув и флегматичный вокал на полторы ноты. Все, что нужно жанру тут есть, короче. Ну и напоследок, перед тем, как перейти к финальному топу, хочу поговорить про музыку на русском языке, которая не попала ни в одну из прошлых категорий, а тем не менее достойные упоминания. На русском языке выходило много крутых релизов, не все из них выходили в России по понятным причинам, но я отобрал несколько самых ярких, на мой взгляд. Начну с Short Paris. Да-да, я знаю, что многим они не нравятся, но мне да, и я был рад услышать их в новом звучании на недавнем эпи «Грозди гнева». Круто, что они не стоят на месте и ищут новые для себя формы. Также отмечу новый альбом а-ля Русс группы «Мытища в огне». Альбом не сразу мной был принят в должной мере, но по итогу это очень насыщенная, разнообразная и объективно качественная пластинка с крутыми хуками и уникальным колоритом. Следом хочу вспомнить альбом группы «Семинар», сайт проекта «Расселла и спасибо» и «Кирилла и спасаж». Альбом записанный и изданный в Ереване, когда чуваки жили там, и хоть сейчас они живут в Белграде, эта пластинка успела пропитаться тёплым солнцем Армении, так что по итогу получилось хоть и печальное, но весьма тёплое эмо. Самым резонирующим тяжелёком на русском языке я бы назвал дебютник москвичей «Аферист». Чуваки взяли за основу мрачный хардкор и намешали в него по щепотке всего, что любят. И «Неокраст», и «Блэк», и «Хаотик», и получилось хорошо. Ну а закончу самым маленьким релизом в сегодняшнем ролике. Всего две песни, но не рассказать про них я не могу, так как слушал их очень много раз. Двупесенные пи от группы на ножах, что нынче обитают в Ереване. Потрясающие, очень разные, но очень искренние такие нужные две песни. Первая – мелодичный прямой постпанк с потрясающей мелодикой, а вторая – нервозный, звенящий, но из рок на стихи Мандельштама. Ну что, время для финального топ-10 лучших, на мой субъективный взгляд, альбомов. Но прежде чем, буду очень благодарен за ваш лайк под этим видео. Так больше людей сможет его видеть, а я бы очень хотел поделиться, как я считаю, очень классной музыкой с максимальным количеством людей. Спасибо. Итак, десятое место. Неожиданно для меня, но в топ попадает группа не сильно знакомого для меня жанра арт-попа. Да и про саму группу до этого я только слышал. Шотландцы Young Fathers и альбом Heavy Heavy. Сложно сказать, что именно меня привлекло в этой музыке. То ли просто новизна, то ли общая эклектичность, но сам того не осознавая, я довольно часто возвращался к этой пластинке. Интересный, необычный, во всяком случае, для меня микс из нерадийной поп-музыки, госпела, хип-хопа, афроэтники, неопсиходелии и чего-то еще, в чем я наверняка не разбираюсь. Получилась взрослая, светлая, занимательная работа, которая каждым треком увлекает и увлекает. Девятое место. И тут новый эксперимент лично для меня, но на этот раз из штата Миссисипи. Молодой DIY synth-punk квартет MS Paint, альбом Post American. Я с группой был знаком еще с их EP 20-го года, уже там они звучали очень вызывающе, но я все же не был уверен, что целый альбом получится сделать в подобном ключе. Но у них получилось. 30 минут мощного танцевального synth-хардкора. Ключевая фишка группы, у них нет гитар. Есть живые барабаны, бас-гитара, вокал и вот клавиши, всякие разные примочки. И это вот, знаете, круто вместе работает. Нахардкоренный лающий вокал, уходящий местами в читку, сбивчатая ударка, плотный фузовый бас и вот те самые энергичные, немного наивные synth-ы, которые не то что не мешают оставаться панку-панком, а даже наоборот привносят какое-то свежее дыхание в сцену. Восьмое место. И тут группа, которая у меня уже была в топе 21-го года. И не просто была, а аж на самом первом месте. The Armed, альбом Perfect Savers. Конечно, падение с первого места серьезное. И величие ультрапоп группа, на мой взгляд, не повторила. Но Perfect Savers все равно очень крутая работа. Да, еще более поп, чем ультрапоп. Пропала и фирменная ультракомпрессия этого альбома. Тяжелых, агрессивных кусков, ну, так же стало еще меньше и теперь их буквально надо искать. Но, знаете, и плевать. Это все еще крутой материал, разносторонний, по-прежнему экспериментальный, все такой же многослойный и продуманный. Ну, то есть это просто еще одна замечательная пластинка, супер недооцененной, на мой взгляд, группы. Идем дальше. На седьмое место я поставил еще одних американцев Grid Link с их первой за 9 лет пластинкой Coronet Juniper. Техничный, стремительный, мелодичный гринд от участников Discordance Axis, Burned by Sun и разных прочих деятелей экстремальной сцены. Тот случай, когда альбом залетел с первого же пассажа. От и до проносится на одном дыхании. Яркие и сочные мелодии под грань коровая Валилова напополам с модкоровым ломотьем. Даже вторая, чисто инструментальная половина альбома не мешает. Без вокала эти короткие боевики тоже отлично тащат. Прекрасный образец современного гринда без напыщенной брутальности, но с западающими запилами. Слегка плосковат по звуку, но материал все перекрывает. Как и в прошлом году, в топе нашлось местечко хип-хопу. Я вот не лютый фанат жанра и не могу похвастаться, что слышал прям много рэпа в этом году, но все-таки один альбом смог очень сильно выделиться для меня на фоне остальных. Рэперка Фатима Нейма Уорнер под псевдонимом No Name и ее альбом Sundial. Легкий, достаточно добродушный и позитивный рэп на серьезные темы. Интересные слегка поломанные биты и вот красивые воздушные сэмплы. Почти каждый трек хит. Я серьезно, плохих песен нет вообще, но и как минимум половину можно прям на репите ставить. Много разных неизвестных мне фитов, которые круто добавляют красок. Любителям старого доброго джези-хоп в духе Diggable Planets, Tribe Cold Quest, The Farsight настоятельно рекомендую. Вторую пятерку топа открывает альбом Docked Buddy от шумных и эпатажных бостонцев со странным названием Model Actress. Вы думали топ года без ноиз-рока? Хренушки. Этот альбом я не сразу раскусил. Он сразу мне показался любопытным, но все же как-то слишком техно. По-перво я полагал, что львиная доля машины ритмики это какая-то электроника. Что не было проблемой само по себе, но все-таки воспринималось как некий срез углов. И как же я охерел, когда сходил на них вживую и увидел, как они это все играют стандартным рок-квартетом. Вся эта механика заигралась совершенно другими красками. Чуваки выдали невероятно выразительный и чувственный ноиз-рок с корнями и в постпанке, и в индастриале, и в ноуэйве типа Suicide. Это был настоящий разрыв и один из лучших концертов в этом году, после которого у меня и сам альбом заиграл совершенно по-новому. Четвертое место, и тут снова группа, которая уже была у меня в топе все того же 21-го года. London Sea Squid, альбом Monolith. В прошлый раз Squid были на третьем месте, в этот раз на четвертом. Но не потому, что новинка хуже дебютника, лишь потому, что альбомы на следующих местах мне понравились еще больше. А альбом Monolith, хоть и не сразу, но по итогу мне показался даже лучше, взвешеннее и осмысленнее альбома 21-го года. Новинка чуть более ровная по динамике, но еще более глубокая в деталях. Тут Squid произошли сами себя и выдали очень глубокий и фактурный прок. Тут и мат-рок, и пост-рок, и джаз-фьюжн. И все это не академично-камерно, а вот с некоторой долей угара и чудачества, и с базой все на том же британском фолл-подобном пост-панке. А их концерт, на котором мне посчастливилось побывать, пожалуй, главный претендент на звание самого лучшего выступления в этом году. Открывает тройку финалистов снова нойт-рок. Более классический, извинящий. Короткое, всего пятипесенные, но очень мощное EP «Обстоятельства непредалимой силы» от москвичей Эрзац. Буквально до дыр заслушанная мной пластинка. Весь год я периодически возвращался раз за разом к этим пяти отвратительнейшим звенящим трекам. Мразотнейший, лязгающий, буквально наждачный звук, который хорошо напоминает, как на самом деле должен звучать нойт-рок. Гитары в духе раннего Альбини, а общая динамика сродни Drive-Ride G-Hui и Mets. Всего 13 минут, но каждая минута не случайна. Когда надо, плотно давят, когда надо, жесточайше рерут. Только дают легкого передыху, как в следующий микс, снова раскурочивают нахрен тебе хлебало. Релиз слегка не выровнен по громкости, есть просадки. Да, и в целом слышно, что парни молодые, есть куда расти. Но подобное звукоизлечение и подача – это моя слабость. Материал и общая работа со звуком – очень круто. Хочу, чтобы как можно больше людей узнали про чуваков, и они не остановились на таком результате и выдали что-то, что окажется на первом месте по итогу. Второе место занимает пластинка еще одной ранее мне неизвестной группы, но очень сильно поразившая меня своей бешеной эклектичностью. Еще одни британские группа – Fox Joe, альбом Not Very Nice Cream. Начинается пластинка вполне в духе современного пост-хардкора, мелодичного, эмоционального, но не пошлого. Однако постепенно начинает заигрывать с индией поп-роком, так что к середине уже звучат, как какие-то кассеби. И только ты настраиваешься на новый лад, как бац, тебя снова размазывают мощнейшим диссонансным брейкдауном. А дальше больше. То The Cooks, то Glass Joe, то You Too, то Daughters. И так всю пластинку. Где надо сшивают бесшовно, а где надо очень ярко и на контрасте. И музло при этом не глупое, много цепких припевов, интересная динамика, богатый спектр всех партий, из-за чего не успеваешь вообще заскучать и присвититься к какой-то одной эмоции. Какие-то треки прям для вечеринок, а какие-то только для личного. Где-то шугейст, где-то нойзрок, где-то постпанк, где-то альтрок, где-то вообще почти пауэрпоп какой-то. Очень сильная, разнообразная и крайне хитовая работа. Однозначно одна из главных личных находок года, которая точно со мной надолго. Ну и так, первое место по версии канала Dot Moose достается пластинке, которая как снег на голову свалилась на меня из рекомендаций Spotify. И это был настоящий взрыв. Самая удивительная пластинка этого года, что смогла сильнее всего впечатлить меня своим феноменальным звукой атмосферы и цельным сфункрайтингом. Малоизвестная группа из Австралии Death Cult и альбом Future of Illusion. Австралийцы Death Cult, до этого игравший вполне бодрый, но все же весьма каноничный эфирный шугейст к своему второму панформату Future of Illusion, познали некоторое дерьмо и ступили на темную сторону жанра, заиграв в какую-то мрачную смесь плотного шугейза эмоционального постхардкора, извинящего, но из рока. Альбом звучит так, будто чуваки услышали A Place to Burry Strangers, очень сильно вдохновились, но оставили частичку своего былого задора. Тут вот меньше вот этого прямого постпанка и больше постхардкорных сбивок и живой экспрессии. Треки тут разнообразные и насыщенные как по звуку, так и композиционно. При этом сами песни зачастую короткие и имеют вполне привычную поп-структуру, но плотный звук и вот общая слоистость маскируют это, добавляя загадочности. Разные интерлюди и перебивки еще больше играют на общем вот этом мрачном настроении, сквозь которое все равно прорываются звонкие голоса, которые поддерживают мечтательность и надежду в этой засасывающей густой трясине из плотных гитар и трансовой ритмики. Наикрутейшая пластинка. Очень рекомендую самому широкому числу зрителей этого канала. Мне кажется практически каждый здесь может найти что-то для себя. Deathcult Future of Illusion. Лучший альбом 2023 года по версии канала DotMood. Вот такие мои итоги года. Напомню, что это мой очень-очень субъективный взгляд на этот год. Я, знаете, люблю находить в музыке всегда что-то новое, что-то незнакомое, что способно меня удивить. Возможно поэтому в финальные топы ко мне чаще попадают либо малознакомые, либо вовсе незнакомые до этого артисты. Таков вот мой взгляд на музыку и на 2023 год. А вы пишите в комментариях свои топы, ну или хотя бы один самый значимый альбом, что больше всего запомнился. Также интересно, что думаете про мой топ и есть ли какие-то у нас пересечения. Также рекомендую посмотреть итоги года моих корешей с канала Мертвых Собаклай. На момент записи ролика этих итогов еще не было, но чуваки говорили, что они непременно будут. Думаю, к моменту, когда вы смотрите мой ролик, их итоги уже тоже вышли. На этом почти все. Есть вот еще небольшое объявление о канале. Я решил, что не буду продолжать в следующем году рубрику «Лучший альбом недели». Это был очень интересный, весьма интенсивный опыт, но, к сожалению, который не принес почти никакого выхлопа. Эти ролики и подписчики канала-то очень мало смотрели, и новых постоянных зрителей они почти не принесли. Посему я решил, что раз оно мало кому интересно, то оно и не нужно. Может быть, придумаю какой-то другой формат о том, как рассказывать о новинках, а может и вовсе нет. Посмотрим. В любом случае, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я точно продолжу писать об интересных мне релизах, как новых, так и старых. Ну и в целом, план на следующий год сфокусироваться чуть меньше на новинках и чуть больше на уже вышедших в самые разные годы альбомах, дабы, так сказать, закрыть какие-то пробелы и чтобы можно было чуть лучше понимать текущие течения и тренды. Напоминаю про плейлист в описании видео, еще раз прошу поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие ролики. Спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели меня этот год, мне очень приятна ваша поддержка, и я надеюсь, что я продолжу вас радовать интересным контентом. Поздравляю всех с Новым годом и снова желаю нам всем лишь одного – мира. Нет войне, увидимся в следующем году и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok